В общем, друзья, вот уж точно, расскажи Богу о своих планах, и он посмеется. Было в планах сегодня прокапать весь приют, всю ферму у нас от Блох. Но вот этот парень поменял наши планы. Новостей несколько. Во-первых, у Чипушки стояли внешние спицы и внутренние спицы на лапе. Одной внешней спицы сейчас не хватает. Я не знаю, где она потерялась. Ты, зайка, тоже не знаешь, да? Но, может быть, в прошлый раз, когда мы ездили на рентген, там, не знаю, по пути, он не достает до своих спиц, потому что он сидит, как космонавт, в воротнике. У него всегда забинтована лапка. Чипусь. То есть он не мог съесть спицу. А также, если бы он съел спицу, это было бы видно на рентгене. У нас этого не видно на рентгене, и народных тел вообще нет. Но, предположительно, у нас не инфекция. Мы взяли сахар, мы взяли кровь, мы взяли мочу, мы взяли все, что можно, потому что мы не понимаем, что происходит с собакой. Врачи не понимают. Приехали сейчас в другую клинику, сделали еще рентген, еще УЗИ, еще раз. Предположительно, непроходимость. Непроходимость с определенного момента. Откуда? Непонятно. Где-то в кишечнике, даже видно на УЗИ, как жидкость туда-сюда циркулирует. То есть она уходит, возвращается, уходит, возвращается. Где-то в тонком кишечнике. И опять-таки, нету инородных тел. То есть он не мог ничего съесть. Вот я знаю Чипа, как свои пять пальцев. Этот пес не мог съесть вообще что-либо, там погрызть тряпочку, на которой спит. Он даже вкусняшки не ест. В общем, этот пес, который, ну не мог он съесть что-то лишнее. И у него кишечная непроходимость. Короче, в общем, мне мозг просто немножко сегодня взорвался. Вообще, что происходит? У него газы, я вам покажу рентгены. Сейчас мы едем покупать барий. Будем есть барий с кефиром, чтобы завтра сделать снова рентген. И будет барий хотя бы по кишечнику пойдет. И будет понятно на снимке хотя бы где у нас идет закупорка, потому что ничего не понятно. Примерно понятно, а по факту ничего не понятно. И он поэтому и тошнится. У него вода проходит в каком-то количестве. Мочевой он писает. В каком-то не проходит, выходит обратно. Скорее всего, это не инфекция. Но опять-таки, по биохимии крови мы завтра все узнаем. В общем, вообще, я сегодня ехала, ему должна была ставить прививку. Мы договорились с Ириной, которая хотела взять его, поставить ему прививку. А у нас здесь такая ситуация. Мы уже и ГИСКОН-5 укололили. Ну, вдруг это интерит, да, в какой-то степени. ГИСКОН-5 нам лишним не будет в этом бане. Но это не он. В общем, скорее всего, действительно, из всех симптомов и признаков у нас закупорка. По неведомой причине, если мы едем жидкую кашу с мясом, никаких костей, ничего нет, вкусняшки мы не едим. Сухой корм он ел позавчера, так он его весь стошнился. Опять-таки, закупорка сухим кормом, спрашиваю, бывает? Наверное, бывает, но в нашей практике ни разу. Если чем-то и закупорил, то только сухим кормом. Он сидит в боксе, из которого вообще не выходит, и в котором нет ни одного инородного тела, которым можно было бы что-то себе закупорить. В общем, я в шоке. Чип еще больно, чем в шоке. Сейчас поставили катетер, смотрите, синяя лапка. Будем сейчас капать с ним капельницу. Вероятнее всего, он поедет со мной домой. Я ему капельницу там прокапаю, Барий ему там дам, потому что Барий надо давать примерно за 8 часов до рентгена. А значит, Барий надо будет дать ему часов в 11 вечера. Прокапаемся тоже дома, вероятно. И завтра сразу с утра к Андрею Валентиновичу, он еще не в курсе, я его сейчас предупрежу. В общем, слишком много событий для одной собаки, для одного дня. неожиданных событий. Вообще мы не ожидали, что такое может произойти. Да, Чип? Он так тем более не ожидал. Ну все, сейчас пока такие новости. Мы поехали искать Барий. Пожелайте нам удачи. Потому что я даже не знаю, где его искать. Не сказали, езжай в зооветклинику тоже. Не знаю, будет ли где-то. Вот так.